всем привет дорогие друзья рад вас приветствовать на своем канале и с вами витарган 177 сегодня у нас с вами будет на обзоре сидельный тягач камаз 44 108 автором которого мастерской спинтарис у нас является псих 19 рус прошу любите жаловать прошу любите жаловать всем привет а ты к нам приедешь я приеду о нифига себе ты откуда появился вроде другую сторону о нифига себе ты уже нарядился ну как красиво это я тут еще голенький стоим так ну я просто считаю что вот автором мода то есть именно автор мода должен рассказать про эту модель то есть мое конечно мнение она возможно кому-то тоже принципиально но безусловно вы мое мнение выслушаете обязательно вот но кто может лучше рассказать об этом моде чем сам автор то есть лучше автора никто не расскажет по моему мнению и поэтому собственно говоря психо 19 рус я пригласил на этот обзор вот но давайте я наверное заеду на локацию классный звук двигателя самое главное свой кстати он очень тихий сейчас подожди в настройках тут под кулупаю все увидели настройки игры спинтера субит органу 177 сейчас быстренько скопировали быстренько сделали скриншот о чем не поставим такие вопросы задают молка какие у тебя настройки блин ребят никаких настроек нет у меня все нормально все по дефолту здесь в принципе в игре у меня здесь только что белые ночи нет туман и всегда солнце стоит это наверное самая оптимальная настройка для этой игры вот так ладно приступим наверное все таки к обзору присутствует свой звук двигателя ребят постоянно такой попшикивание стоит в этом звуке интересно вообще саша тяжело ли было сделать такой звук не я же ну на самом деле первая машина которую я с нуля сконвертил да вот кстати автор изначально не сказали дмитрий романенко офигенный камаз за мне понравился прямо я почему-то решил заморочить конверт по поводу звуков здесь долго ковырялся я реально наверно часов на 8 на звуки убил очень с разных машин здесь такой микс получился но пересмотрел немало видео именно с этой машиной именно с этим кузовом то есть у меня на слух не очень как бы медведь на ухо наступил но принципе я считаю что очень похоже сделал надеюсь по крайней мере на там вообще по звукам сыр борд там наверно машин 5 я не знаю короче какой тебе там медведь на ухо наступал видать какой-нибудь не знаю северный мишка наверное такой мягкий хороший и добрый потому что звук получился на самом деле отменный данного звука еще никогда не разу не встречал на камазах вот эти попшикивание они слушают на слух очень приятны вот ну давайте ладно будем еще также а то если мы будем так комментировать буквально каждое какое-то новшество в этом камазе у нас обзор получится часа на два наверно как минимум все уснут просто-напросто перед мониторами давай буду смотреть по аддонам значит первые аддоны у нас идут заблокированы roof extra light это у нас люстра на крыше потом трейлер лонг это нам нужна сцепка трейлер full repair недоступны тоже нужна сцепка либо лейбл фойл такая понятно ну ладно я с обычно смотрю на то что доступно вот но перед тем вообще как смотреть я конечно же безусловно смотрю еще также на внешность самого автомобиля внешность выполнена очень красиво все-таки ты мастер наверное текстурирование не зря к тебе многие обращаются за текстурами я в том же числе не однократно тебе обращался текстурки выполнен на самом деле очень красиво что называется под стать данному автомобилю ради он был я так понимаю другого цвета он был рыжий да ну достаточно такой стандартный классический цвет был на теперь же он стал на зелененький вот ребят в описании относительно цвета выбранного будет также все сказано не стану я зачитывать все описание которое было предоставлено непосредственно психом 19 рус ну я считаю просто-напросто это опять же лишняя трата времени лучше мы вот непосредственно с психом пообщаемся друг с дружкой и все вам расскажем и покажем описание вы уж сами потом прочитайте поверьте есть там что прочитать вот и выловить так скажем для себя какие-то нужные какую-то нужную информацию именно в записании вот ладно дальше 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 а дальше обычно смотрю на клаксон клаксон грузовиковый потому что неоднократно мне встречаются на обзорах грузовики которые с легковушечным звуком звуком клаксона который означает что грузовик чрезмерно легок вот то есть и поэтому у него там и звук от легковушки по моему тогда саши ну да то есть игра автоматически определяет да 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 игра автоматически определяет и как бы палит мододела здесь с весом все в порядке я еще по от изначальной модели там еще добавил добавил немножко весу помимо самой машины вес добавил добавил еще вес кабине потому что она как-то подрыгивалась маленько неадекватно сейчас у него ход более плавный не знаю надеюсь что удачно это все подобрал надеюсь я тоже на это надеюсь тем более что я на нем прокатился уже поведение очень даже адекватная ладно давай проверю на анимацию карданов карданы анимированы не зря был выбран тобой именно мод романенко потому что ну далеко не не на каждом моде присутствует анимация кардана если только в основном если копирует дефолтный транспорт то тогда да анимация присутствует ладно работа светотехники работа светотехники вы знаете ли как как нельзя кстати у нас темнеет но правда ну все равно еще пока не видно что как светится но по крайней мере я уже могу сказать смело что зажигается головное освещение также зажигается фароискатель фары у фары искателя функционал отсутствует то есть он никуда не поворачивается никуда не уезжает вот но это опять же это все анимация это все управление это долгопесня вот ладно пока еще фара отключу присутствует также на крыше у такие вот лампочки которые светятся вот именно по углам кабины и в центре кабины они как-то лампы автопоезда что называется или как-то фары автопоезда что-то мне тогда помнится на ютюбе комментариях кто-то писал переучивал меня что я такой нехороший не знаю как это называется вот но я не водитель дальнобойщик поэтому не обязан это знать так ладно значит смотрим дальше значит по аддонам давайте уже к ним непосредственно приступим ну как он уже пара начинает видеть ну блин ну я честно говоря даже не знаю что может не работать в этих парах вот принципе темнеет я уже вижу что они светят достаточно хорошо и правильно по кстати задним фарам что-то чуть не забыл работает сейчас у нас задний ход вот начинаем трогаться естественно он тухнет работают стопы задний ход через стопы за все правильно все у нас здесь работает значит туз пэр веклис это у нас 300 ремонтных очков дает нам вот такой вот аддончик с двумя запасками естественно само собой разумеется на этой машине присутствует под стать колесики которые будут поставлены непосредственно саму машину значит вот они они собственно говоря сами колеса то есть вы вправе выбрать как запасные колеса также и на колеса на саму машину то есть здесь по большему счету я так понимаю присутствует то есть если есть какие-то запаски также эти колеса и можно ставить на саму машину правильно я говорю ну да то есть в основном там идет одна запаска с колесами которые будут под стать вот такого вида она только вот под внедорожные вот эти большие колеса война какая-то спарина так так ладно так этот мадончик с вами снимаем дальше идет опровод space with less это у нас а вот одинарная такая же да вот такого плана будут под все как под все виды колес прикольно а ну то есть вот одинарный под себе да я понял так дальше лейбл фуэл это у нас лейбл фуэл устанавливается как мне ранее псих 19 объяснил для того чтобы цеплять полуприцепы которые перевозят топлива вот то есть это вот он им нам для этого как раз таки нужен будет я думаю он нам нет ни в чем не помешает это лейбл ничего не перекрывает так что оставили его пожалуй сразу потом дальше руфарик так руфарик а это у нас такой своеобразный багажничек на крышу вот на на багажничек я так понимаю на багажничек и так на багажничек у нас подать став ну то есть в барах лишь к став 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 а где она у нас став 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 а вот я зачитал и все нашел нашел став по функционалу у нас став 60 литров 250 ремонта ребята вот на самом деле вот здесь вот по аддонам здесь сделано очень даже все достаточно правильно но если конечно акцентрируются прямо на конкретно на реализм туда емкость стандартной канистры у нас составляет 20 литров если мне память не изменяет вот здесь же у нас две цистерны фук цистерна для канистры вот и по идее емкость должна быть 40 литров ну небольшой набросок сделан ну и на самом деле кто говорит что именно в этих канистрах 20 лет них может быть и больше вот не по ну вообще насколько я знаю такие канистры как раз таки есть по моему даже в трех видах 20 25 30 могу ошибаться ну да есть есть больше я просто не помню на самом деле какая у них емкость у меня тоже есть там 20 литровая канистры железная визуально они все одинаковы да это извиняюсь а в игре один к одному хрен прикинешь вот ладно так значит только став да у нас устанавливается на крышу у цель к этому багажник правильно да больше ничего не дает так отлично значит поехали дальше так лейбл я оставляю ru freq я скидываю дальше идет у нас хоть спойлер по функционалу хоть спойлер у нас ничего не дает только визуально такое представление были но позволяет опять же установить некоторые полуприцеп а некоторые полуприцепом да крыши тут за собой функционал все-таки несут а вон оно что то есть и все так просто оттенок да тут знаешь чаще всего там типа а по на ляпают и поехали таки а здесь оказывается все дело то идет сад со смыслом ой правда темень такая уже на улице благо белые ночи установлен а то сейчас был бы у нас с тобой обзор потем необычный необычный у нас как всегда с тобой необычные обзоры вот то начинается сортира тупо ночам то еще что так ладно хоть спойлер их пока раскидываю посмотрим дальше бампер протекшен бампер протекшен по функционалу у бампер протекшена ничего нет ребята это просто я не знаю это анти халявный какой-то мод то есть устанавливая аддона вы не болта не получаете но зато этот мод максимально приближен к реалистичным настройкам так что в принципе на халяву рассчитывать установив данный мод но не рассчитывайте можете даже смело наверное не скачивать если вы хотите получить данный камаз потенциалом уралами торгана можно вы можете смело даже не скачивать вот дальше идет значит бампер протекшен ничего нам не дает но хочу обратить ваше внимание на нем расположены противотуманные фары все они светятся а то знаете ли тоже всякое бывает последнее время делаю обзоры на моды мало того что они не светятся там вовсе стекла отсутствуют спрашиваю перед перед перевью включи свет то есть они будут еще ярче гореть ух нифига себе вот это да вот для чего я тебя и брал вот если бы тебя сейчас не было я бы свет бы не включил так ночью что офигенно на самом деле и смотрится он здесь очень хорошо прям прям подогнан идеально что называется чего не взять того не отнять вот ладно поехали дальше снимаю я бампер протекшен бампер протекшен мини-мини-мини-мини бикини так мини бикини бампер протекшен мини опять же по функционалу пусто только так скажем вот такой маленький бампер вот чик присутствует на нем у его мою я свет зажжет чуть не ослепной блин ну ярко на самом деле ярко лупит блин вообще но на самом деле так оно и должно быть о как фигачит а вообще шикарно конечно освещение мне ночь прям под стать поначалась а то бы сейчас бы мы не проверили бы с тобой светма нифига ладно дальше снимаю я пока мини оффроуд спей спэр фу роуд спэр это у нас еще очередная запаска данная запаска это у нас идет под стандартные колеса то есть вот такой синхрон получается запаска с колесами на которой мы с вами сейчас собственно говоря и стоим далее идет по аддонам так трейлеры пошли фуэл тэнк для фуэл тэнка нам нужно установить трактор ух ты нифига себе вот это трактор 400 очков ремонта ребят вот он функционал попер со всех щелей 400 очков вы получаете установил установив данный аддон достаточно очень красиво данный 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 от блин данный данная приспособа она служит в реальной жизненной для увеличения мощности да я так понимаю да нет там я так насколько знаю хохоряшки различные возможно что то есть под функционал я тоже не дальнобойщик не могу тебе четко ответить на туда ладно ладно хорошо руфрак мы с вами смотрели так не нужен не нужен не нужен где же бак то а вот фуэл фуэл фуэлтанк 650 литров но и но по функционалу я вижу что 90 вот не мог бы мне немножечко объяснить как оно так получается ты обрати внимание мы же старый бак сняли а новый поставили почему он должен давать 650 литров он он всего лишь разницу дает а понятно то есть от узнаешь тоже обычно я я почему спрашиваю потому что чаще всего как бы да никак не чаще всего а всегда вот смотришь на мод появляется какой-то аддон и вроде 650 литров написано то есть и думаешь ага 650 литров а потом наводишь нас курсор вот этого аддона а тут появляется 90 литров и сразу такую база заблуждения вот ребят на самом деле когда устанавливается поверхностно поверх одного бака другой бак то есть у нас получается что тот снялся а этот поставился и получается что просто вот это объем он прибавляется к тому что был до этого они новые новые абсолютно какой-то бак на пустое место поставился а вот чаще всего на модах именно так и бывает ставишь больше объемную бак большего объема на старый бак и получаешь допустим там 400 литром объема топливного бака там еще 600 такого тоже в жизни не бывает здесь опять же все очень реалистично сделано но более того нужно чтобы его поставить по идее же нам нужно и глушитель снять поэтому этот бак не ставится без вот этой платформы без трактора точно точно здесь же теперь глушак то у нас наверх вывели все верно да 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 кстати кстати ну вот эта штучка на самом деле очень классно давай проверю ее также по работе светотехники обалдеть задний ход за светится вот загорается лампочка у нас здесь так и вот она потухла когда мы начали ехать вперед стопаки на ней горят блин ну вообще офигенно да со светом ты здесь пока наплатил дай боже по ходу в дело ну да учился ну что от души учился научился то я хочу сказать о душе даже бывалые по моему доработчики модов далеко не каждый способны на такое чтобы вот именно на аддонах светился так качественно свет так ладно а то я тебя захвалю ты сейчас загордишься начнешь меня тут опускать выйдешь комнаты здороваться перестанет так ладно поехали дальше install the tractor это у нас с вами сейчас установлена тент у нас присутствует тент лоу спойлер нужно снять для того чтобы установить данный тент тент устанавливаем вот такой ребят достаточно очень аккуратненький тент все аддоны перетекстурированы правильно да по моему все эти тут перетекстурировано чтобы было подстать непосредственно самому автомобилю почти нет вот эти как раз тут два таких тента они как раз таки остались это крокодила я взял принципе они подходят я даже не стал зубарда абсолютно дает немножечко съедут с места да я вообще идентичны практически ну блин очень похож да на самом деле смысла не было перетекстурировать так тент я снимаю а по по функционалу этого тента я не посмотрела емкость цистерна 160 литров два очка гаража обычно в дефолтном исполнении мы получаем с тентами ну два очка гаража и все как бы дальше с маслом вот здесь у нас еще плюс ко всему 160 литров можно сюда подлить то есть гараж можно открыть с большей легкостью если по пути встретить какую-нибудь заправку вот ладно поехали дальше лоу спойлер а это у нас уже было это у меня уже стоит биг тент для биг тента мне нужно install the tractor ага то есть снять мне нужно вот эту штучку которая мне очень понравилась ладно биг тент зато теперь мы можем с вами поставить по функционалу этого биг тента у нас емкость цистерны уже 240 литров 400 ремонтных очков и два очка гаража очень функциональный аддон очень даже всем рекомендую при открытии гаража именно его использовать наверное тот маленький даже не будет востребован когда есть такой так мы забегу на на чуть-чуть вперед к ним можно подцепить здесь прописано тележка от шишиги еда для открытия какого-то гаража для разведки неплохой такой маневренный агрегатик получается да да очень функционально самое главное функционально а вот да ты это тоже там переодеваешься ну да я вот получал встречал да 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 правильно правильно а то пока я тут путаюсь в ладонах тебе-то она привычнее в своем там моде ковыряться ну да вот таком исполнении вы бы получили вот там данный данные аддоны так снимаю я эту телегу войку этот аддон здесь у нас идет дальше здесь почему-то кракозябри на как-то названо не переименована у меня почему-то визжу исправим до в дальнейшем ребята мод будет дорабатываться исправляться где-то что-то если будет какой-то косяк безусловно это все будет исправленный не пущенную произвол судьбы помимо ну по мере обновления естественно также все это будет появляться в общем доступе как группе к также воркшопе подписывайтесь на это камаз и будет что называется курсы всех обновлений так 200 ремонтных очков это дает нам вот такая запасочка данная запаска принадлежит вот этим колесам данные колеса по моему прибыли вот как раз таки из прошлой версии игры наверное именно на такие колеса он к тебе и приехал да я так понимаю так да я на самом деле красивые классные колеса очень реалистично смотрятся классные вот именно камазовские покрышки именно такие покрышки мне по сей день встречаются на камазах вот чем не все-таки не нравится вот камазы в реальной жизни они все-таки вонючие я когда еду в пробке и вот с правой стороны от меня пахтит камаз у нас же все для людей у нас же нельзя дыль это выхлоп направлять сторону тротуара значит он сделан на левую сторону вот и едешь ты в пробке у меня в машине кондей нет вот и он тебе от фуняка и короче прям небе в открытое окошко жара и вот этот запах переваренной соляры это просто нечто это просто что-то с чем-то я не знаю как это назвать вот это вот наверное самый большой недостаток камаза опять же в старых наверно каких-то моделей сейчас же там блин евро 5 10 возможно да возможно чаще всего конечно это в старых это камаза которые даже по трассе едешь за каким-то камазом и пока ты его не обонишь будешь вдыхать все эти выхлопы в пары все эти не знают это ужас какие какая его не идет от старых камазов у меня там просто все там пытаются мог либо обгони либо притормози вот ладно значит далее ну разобрались запаской под стать тем колесам которые у нас есть на принципе я уже говорил все запаски они соответствуют тем колесам которые есть так скажем в комплекте к этому моду значит винч 100 ремонтных очков это что такое винч это лебедка и несет она за собой еще один функционал это дополнительную точку зацепа ухты натуре ухты прикольно . зацепа появилась на лебедке очень реалистично за это саша тебе огромный респект на самом деле тоже далеко не многие на это сподавливаются лебедки есть у многих но далеко не у многих есть . зацепа на это лебедки вот так что однозначно это очень клёво а куда у меня пропал а пропала вот куда такая функционал включил поэтому мне табличка с аддонами пропала так 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 и куда а вот вот она эта лебедка снимаю лебедку устанавливаю дальше роут спейры вид а это очередная запаска я так понимаю насти ремонтных очков и она принадлежит вот этим колесам тоже очень красивые колеса а эти колеса откуда кстати это дефолтные это дефолтные внедорожные 6520 о прикольно я просто на 6520 вообще можно сказать никогда не ездил не ну как ездил буквально недавно делал обзор на карту волка неё от musden rus там не надо было покататься просто на поставь залка была на 6520 весь правда исполевался вот но я это сделал так ладно дальше смотрим с вами ой что я там установил ты господи ага понятно так это мы с вами скидываем далее у нас идет трейлер тем так и на ну став став раунд враг так хочу мне надо скинуть ничего тебе сцепку надо одеть сцепку да да понял сцепку одеваю и здесь у нас понеслась душа в рай так понимаю ну да сительно полуприцепов но для того чтобы вот у нас сейчас я вижу бортовой полуприцеп сейчас будет так давайте я сразу одену наверно колеса стандартные вот мне они больше всех понравились если честно и откровенно вот и ой куда я поперся не езжай за мной я тебя не туда заведу я сам заблудился я забыл что я думаю что мы с тобой в мультиплеере то что я не смогу там заспавнить себе полуприцеп что у меня нет кнопки гаража так что сейчас будем с вами пытаться грузиться проверять что называется на погрузку аддонов здесь достаточно сколько кстати здесь аддонов которые способны перевозить бревна вот я имею дают из полуприцепов роспусков и так далее но это так я спрашиваю к тому сколько раз мне придется туда сюда поездить здесь два вот один вот этот бортовой на 6 очков стандартный под господь под платформу лесовоза длинным распуском и здесь есть еще на два очка стандартная понял понял ладно давай тогда начнем тогда с полуприцепа с этого бортового я так понимаю он загружается у нас на 6 очков при скидывании данного груза мы получаем с вас с вами два бревна которые идеально кладутся в этом полуприцепе и собственно говоря нажав на кнопочку обратно получаем 6 очков ну что ж очень даже хорошо шикарно так я поехал обратно в гараж буду такие каранделя в ты подожди наверное тут буквально уже зарядился и сейчас второй вариант покажу что пытаться сюда давай я тогда стараюсь как-нибудь не успел все-все-все зарядить пока ты тестировал ой а я врезался минус 10 дамага а то с роспуском длинном приехал до стандартный роспушь прикольно кстати очень очень красиво смотрится с этим роспуском вроде бы у меня прицеп отвалился но и бог с ним это наверное после столкновения ну да я это не мудрено в этой игре с дефолтом то же самое резался прицеп отлетел да 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 ну я вижу по крайней мере наблюдает за тобой как то это все происходит отлично скидываешь два бревна да и обратно они грузятся у тебя два бревна все да все отлично просто стандартно то она стандартно знаешь тоже зачастую бывает скидываешь груз не можешь обратно там погрузить из-за перепада там так скажем таких высот то есть машина выше либо ниже самого прицепа то есть и такое тоже у нас встречается так ладно давайте поехали дальше отремонтироваться тут немножко камазик ушатал но это вообще привычное явление я вечно люблю все поушатывать так ладно полуприцеп это хорошо хочу спойлер нужно снять они а да они так а че-то у меня показывают лоу спойлер так цепка у меня установлена так подожди куда я вот это вот это а вот поставить трейлер а офигеть это швит ухты вот это да вот это трейлер вот эта красота это дефолт нет это не дефолт нет это не дефолт это не дефолт у дефолта здесь агонички фигочки какие-то это здесь такого нет здесь пряжки как типа прицеплен тент ну что ж очень даже качественно сделан на самом деле тент очень красиво протекстурирован очень реалистично плюс ко всему присутствует нас такой здесь значок со звездой сзади у нас есть что-нибудь красивое есть вот такой же блин надо мне отъехать все-таки отсюда потому что плохо очень видно конкурсия может сказать армия россия но он это прям вообще прям патриотизм впрет со всех щелей на за их же военный должен соответственно да да согласен согласен блин он длиннее по моему чем дефолтный он линия намного длине да 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 и по функционалу ребят у нас здесь 1200 литров и 2400 ремонтных очков вот я не знаю что тебя примут останавливала засунуть сюда еще хотя бы пару очков дорожа это было бы читерство я считаю здесь в принципе дефолт ну как дефолтные прописки да то есть у нас здесь идет чуть-чуть я уменьшил от дефолтные бочки и солярки и запихал еще туда все с полуприцепа по ремонту смысле ну да не но внутри ничего нет я имею до образно а образом понял ну и я думаю что несмотря на такие как бы там цифры для кого-то может даже и большими они покажут хотя вот в мультиплеере ну реально на братву на четырех человек разлетаются эти цифры в ну да 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 и несмотря на такие большие цифры нелегко придется с таким длинным полуприцепом на некоторых картах я думаю оправданы может для себя оправдывают оправдают обы нет оправдана на самом деле это то есть хоть и большие цифры особенного по ремонту 2400 и ранее вообще принципе наверх таких аддонов не встречал вот 1200 литров ну да там бочки типа наставлена внутри ремка тоже вся возможно это может быть то здесь особо то и ни к чему не придерешься на самом деле полуприцеп очень длинный и все эти все эти цифры достаточно оправданы так ладно отцепляя данный полуприцеп что у нас там дальше 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 сейчас я постараюсь добраться до этого дела на что-то мне тоже недавно комментарий на youtube и написали буквально вот на днях по моему сегодня даже или вчера что типа прежде чем записывать обзора посмотри на мод мол а то ты ковыряешься в этих аддонах вы знаете ребята хочу пользуясь случаем вам сказать что когда ты видишь такое количество аддонов на моде их нереально все запомнили если там 12 аддона то их и запоминать нет смысла а если их там к примеру 10 и каждый несет свой функционал это запомнить извините нереально или мне просто два-три часа готовится ради того чтобы записать один обзор то есть там на один мод это тоже считаю глупо вот потом поэт преимущественно количество людей ценят мои обзоры именно за импровизация за импровизацию они заподготовленные заранее текст и смонтирована просто до ужаса видео где кругом вырезки и нарезки вот у меня идет обзор от и до без каких-либо вырезаний редактирую я видео только сугубо для того чтобы поместить превью и поставить музыку в начале видео все все остальное сугубо импровизационное никаких вырезок вырезок из видео нет так что-то я затрепался не о том да наверное надо же высказаться ну да я люблю повысказываться на самом деле когда бомбить начинает бомбить довольно таки часто наверное у всех чем-то занимается бомбить часто у меня бомбит часто признаюсь потому что чем ближе то есть чем больше ты так скажем стараешься тем больше у тебя бомбить да да наверное как она есть ладно следующий аддон емкость цистерны 400 литров 3600 ремонтных очков и 4 очка и гаража сбылась мечта идиоты я про себя кстати устанавливаем данный полуприцеп что там за волшебный а колесик кстати именно те которые у нас сейчас с вами установлены так включил функционал чтобы посмотреть увидеть текстуры отлично отлично вообще шикарно вот емкость цистерна видите что установлены здесь баки на этом полуприцепе соответственно отсюда и взяты вот эти литры и 4 очка гаража ну вот это вообще шикарно конечно по функционалу просто мечтать только можно так смотрим далее отцепляя полуприцеп бак мы с вами смотрели так а что у меня собственно говоря здесь осталось наверное не удивлюсь если осталось осталось у меня здесь а нет нифига подобного маячки мне надо установить чтобы поставить так маячки хочу спойлер а хочу спойлер мы снимаем потом устанавливаем маячки а теперь мы можем с вами установить полуприцеп который трейлер тэнкер емкость цистерна 4200 литров и 200 ремонтных очков тоже зелененький тоже под стать и плюс ко всему такой блестю блестящий видно что из металла сделан а то знаешь порой бывает смотришь на дона такое впечатление как будто властик массы это тоже вот я считаю правильно что вот именно он блестит создается ощущение металла на самом деле после после такого блеска на ну цистерна на самом деле очень смотрится красиво просто офигенно наверное одно удовольствие вообще ездить с таким аддоном ну опять же халявы постарался не делать несмотря на какие-то там большие цифры вес прописан помимо то что самому прицепу более-менее к реализму старался подогнать но и вес солярки тоже прописан вес солярки вообще прописан везде вплоть до канистр это все же тоже влияет давай залью я не знаю увидишь ты или нет но на вот как сказать на прохождение когда какой-то один участок проходишь с пустым и с полным принципе разница чувствуется ну так вот знаешь это визуально он не проседает не проседает не знаю почему но на прохождение сразу то есть это реально отличается прохождение так ладно хорошо возвращайся на локацию гаража и смотрим далее блин чушь так не задирает а у меня здесь это бочка стоит заправочные от этой бочки меня откидывает куда-то камеру вверх ой что и такое с камерами сегодня вообще беда какая-то так ладно поехали дальше прикреплен так у нас здесь танкера цепляем дальше у нас так став мы смотрели да 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 став мы смотрели авто так платформа лесовоза но этого ты нам показывал да у нас прицепляется прицеп то есть ну дальше в принципе дефолт пошел да дальше идет ребят у нас дефолт но тележка который в принципе я показывал ранее 300 ремонта одну очку гаража функционал дефолтный дальше бортовой прицеп который проверю проверим могу не проверить поеду съезжаю но даже я не то что тебе не верю я верю но скажут они сам себе не верю ведь и как ты можешь не верить вот проверю лучше на всякий случай а то скажет а вот специально не проверила он не работает как скидываю груз 4 короткие бревна мы здесь с вами получаем все очень правдоподобно и без каких-либо перед круто поток и кожи буквально недавно одно они два длинных бревна и 8 очков по нифигово да не на самом деле если лень ездить два раза на пиво я не знаю конечно каждому но выбирать самому но я не не приверженец я вот тоже недавно говорил что да я я как бы тоже не приверженец мы сделал своему уралу либо они должны быть под стать они подрать да то есть должно все совпадать вот это вот одно из самых главных потому что вот допустим как недавний мод делал обзор там было ну блин ну чистой воды было аддон на 4 очка да а он давал в результате 6 это я считаю неправильно вот сделал вот на урале виторгане огромный полу огромный прицеп который способен перевозить 6 очков он пятиосный он реально тяжелый и ехать с ним достаточно очень тяжело то есть у каждого есть свой выбор кстати вот пока я тут болтаю там уже всех 19 rus прицепы всякие на себя примере и для я тут изучаю машину свою вот так присутствует ребята полуприцеп фургон это у нас дефолтный полуприцеп по функционалу в принципе все то же самое что и в дефолтном исполнении четыре очка гаража тележка фургон это у нас два очка гаража бортовой полуприцеп 900 литров 1200 ремонт это у нас опять же все дефолтно исполнена и далее идет у нас последний аддон сервисные телега которая дает нам 400 литров и 600 ремонтных очков ну что ж я так понимаю по аддонам мы закончили по функционалу данного данной машины мы закончили рекомендую вот то есть даже не я рекомендую я думаю ты должен мне рекомендовать чтобы лучше нам напялить с тобой чтобы прокатиться пригодная думаю может быть по паре пару очков а по паре очков да или ты хочешь как это полный загруз сделать на 6 а что у нас по времени а по времени у нас все нормально давай по полной полный загруз не вопрос так устанавливаю обратно сцепку устанавливают трейлер лонг устанавливаю запаску мне бы найти еще подходящую а нет это не она так лейбл фуэл он мне не нужен рог можно а нет не нужно не хочу а вот это поставлю вот такой такую эту защиту поставлю веклис а вот веклис ага настал ой вот этот аддон в пиндюре бак поставлю кошмар какой-то сколько здесь на него пихается так лейбл фуэлл не нужен я по-моему все я оделся но езжай на погрузку давай сейчас а ты с роспуском да ну да сделаем как бы тут принципе то чего бревна возит 6 и 2 то есть 6 очков возит около длинный роспуск и бортовая от это пол прицеп бортовой таких двух вариациях мы прокатимся вот что мне пишут что я не ровно стоит приема ее надо автомат включить здесь у меня просто этот набросаны прицепы всякие тесновато мне короче а я чуть-чуть это да и повернул машин на 90 градусов решил прицеп служить а ну да такое бывает это наверно долго будешь мучиться на проще тебе 8 и нормально русским все я на погрузку давай не камазик на самом деле классный не туда это вот еще я как бы до обзора покатался на нем блин вообще офигенно ну как ты говоришь прыть и от него ждать не стоит это все-таки 240 лошадей вот постарался я подогнать их максимум я уже его обкатал на полигоне я принцип ой и чуть-чуть не тебя что-то я вперед вперед бачки до вперед начальника опущу ты хоть это кстати автор этого полигона по моему даже тебе лучше знать куда кет по стандартному маршруту давай прокатимся я считаю это в виде поехали главное не заблудиться не пасть грязь лицом вот это кстати полуприцепа 16 метров по получается вам насколько я понимаю были но он очень длинный на самом деле он да он очень длинный и как не 18 на американец с ним тоже легкого прохождения карт ждать не стоит вот я вижу здесь достаточно такая неровная поверхность на полигоне это как его шатает в разные стороны как его скручивает да 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 вот реально вот он кренится то есть и как в реальной жизни да то есть перевернуться мне кажется будет как нифиг нафиг вообще с этим полуприцепом то есть рекомендую ребят если будете ездить с данным аддоном то все-таки быть аккуратнее не неситесь ломя голову словами я везде проеду я все могу и так далее там подобное то есть это не тот случай так скажем я даже сказал бы ним не тот случай не тот мод на который можно ездить на по картам как вдоль так и поперек вот то есть здесь все-таки нужно быть аккуратнее так как этот мод все-таки больше основан на реализм нежели как многие привыкли говорить на читерство вот в болоте я вот еще до обзора катался практически все болото практически не говорю все а практически все болото я проехал на повышенный несмотря на то то что вроде бы казалось бы вот думаешь 240 кобыл думаю блин ну все сейчас буду в каждую лужу буксовать никуда не поеду лебедка мне в зубы вот но по факту получается совсем не то то что я ожидал то есть вроде бы 240 кобыл опрет он очень даже неплохо вот за счет своей такой тихоходный достаточно на мой взгляд повышенной скорости он становится более тяговитым ой 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 чуть не заглох вот вот прямо чуть-чуть бы еще и еще бы немного я заглох наверно я думаю тебя с этим полуприцепом еще все впереди ну да впрочем как и у меня с распуском ты еще не заглох я так время от времени останавливаюсь жду тебя все таки раз распуском он полегче получается вон она чего то есть у меня тут хардкор при полнита у тебя полный кур наверно да вот у меня сейчас выскочила короче повышенная перешел я на пониженную да вот тут я принципе до этого когда катался по полигоне я также в этом месте застрял он не застрял у меня повышенная слетела были не втыкается пока что но все равно повышенный очень даже легко и просто подхватывается даже на маленькой скорости достаточно то есть не нужно разгоняться ждать какой-то идеально ровной дороги для того чтобы переключиться на повышенную то есть вот настройка коробки передач я так понимаю здесь вот просто вот очень хорошо сделано войну это наверное больше не моя заслуга изначального автора я сильно в это старался не лезть все-таки учусь пока еще мало чего понимаю то есть это настройки по коробке это еще романент куски изменил я ему единственное повышенную но уж слишком она была прыткая и зарывалась но она и в целом да что повышенная изменена она кстати очень хороша это повышенная то есть я допустим если на своем урале еду в грязи вот то все буквально чуть-чуть и я все я зарываюсь хотя по моему мнению она не такая уж и быстрая она практически практически такая же как и автомат на максимальной скорости вот не знаю тоже что-то возможно страст настройками непосредственно кстати откуда делся он догоняешься летучи потихонечку вот здесь сейчас у тебя интересный момент будет не знаю я один когда катался у меня здесь не получился интересный момент я пролетел здесь со свистом я не раз его вот этот полуприцеп здесь одевал на бугор баками давай вот я вот проехал вот идеально вот проскочил но я напоролся на бугор в другом месте на полигоне и более того мало того что я напоролся такой я еще и потерял полуприцеп потерял у меня перевернулся короче начал начался хардкор все было очень печально я считаю это какая-то недоделка игры что они так вот легко отскакивать да мне кажется жизни не так то просто да да вот я тоже про тоже хотел сказать что в жизни попробуй оторветь полуприцеп от рижневика подборки каких-то аварий две фуры там чуть ли не лоб в лоб стал еще и не у каждого не всегда прицепа туда отлетит два практически никогда вот то что с фура с прицепом завалится это да кстати я встал да вот что-то его настроил на реализм это точно далеко не каждый камаз с таким весом сберется на эту буру я по-моему я тоже плетусь еду номера и навряд ли он у меня подхватит повышенный вот в моем случае тут не то что повышенная тут боюсь как бы пониженные у меня не слетела ну прям от едет очень медленно колеса по чуть-чуть проворачиваются не единственное что радует то что все-таки у этого камаза полный клюв знаешь ведь я у меня отец дальнобойщик вырос я можешь сказать такой вот кабине примерно и вот есть у нас на границе моего региона и соседнего есть такой не назвать даже перевалом просто такая нудная длинная гора такой подъем идет может километров 5-6 я помню как батя успевал пару раз попить кофе скурить пол пачки сигарет пока поднимался в соборах обалдеть да уж вот мы практически выпили все весь кофе до пока поднимались и выкурили пачку сигарет но на самом деле долго поднимались вот кстати прошу раз я потерял вот только на котором и сейчас вот холм с тобой поднимались вот и в конце вот этого холма я потерял прицеп то есть полу прицеп сейчас проехал нормально кстати но тогда почему-то у меня получилось заехать на гору это господи на повышенный может может быть как-то сказывается режим аркада режим от полигона все-таки как-то отличается не знаю даже не могу тебе сказать обучение как будто на полигоне машины более проходим и вот у меня что такое ощущение тоже складывалось пару раз ну не могу быть уверен вот и здесь я тоже тогда помнится мне полетел как угорел и без тормозов прицеп тебя обогнал да он упрыгал и куда-то в сторону улетел так ну что ж я встал начинается самое интересное я газ отпустил зачем-то я думал что в дамаг скачу газ отпустил и у любви фигасе ты чё это пинаешься это не я тут и обрати внимание баками садишься да вот я почти сел ими то есть я сел но вытянул проколбасил их так здесь у нас проверка нанесение урона водой урон у нас наноситься будет вот пошел урон на уровне на уровне воздушного фильтра который стоит за кабиной а вот он да точно вот он этот воздушный фильтр обалдеть наконец-то я увидел тот мод на котором все сделано реалистично то лобовое стекло до лобовое стекло лобовое стекло до лобовое стекло не заморачивается но я считаю это зря вот некоторые очень зря машины да есть шторки ли установил установил шнурки для тут от этого шнурки как наносился урон принципе вот шнурки для того и ставится чтобы сделать автомобиль будет более проходимых каких-то бродок и не знаю там глубоких водах но тут я тебе в оправдание скажу что насколько я знаю на аддон ты не перепишешь нанесение урона машине ну это понятно это но у меня есть какая-то надежда теплица что нам павел это дело исправит потому что он выкладывает красивые скрины уазика со шноркелем да 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 дай бог нам дождаться этого дня дождаться этой обновы так интересно как-то так быстро проехал ты не можешь мне рассказать ну во первых у меня колеса другие стоят во вторых я читер мы расписываю тебя и у тебя еще ты как-то сказал сказал что у тебя прицеп ну ну тут да вес маленько здесь меньше ну я тут дефолтная и уж при всем желании вниз правда и с другой стороны чему тут весить вот этой палки которая под беремными идет ну да 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 согласен там грубо говоря дуга да еще ой как тяжко мне ой как не тяжко прикинь я почти выехал но все равно застревали но я выезжал с помощью лебедки потому что я еще был не на сейчас сам ядер да ну сейчас вот до конца выезжаю уже сам выехал как бы так скажем из самой трясины до выползаю уже сам ну вот этот полуприцеп очень хорошо давит на заднюю осень не отлично прошел ну как не отлично конечно не сам вот но очень даже реалистично потому что на некоторые машины одеваешь но на некоторые моды одеваешь там то есть в грузе 6 очков полетишь как с двумя что ж такой не хочет у меня на повышенную переключаться как от убийцы да это ему адыбаться чуть-чуть да 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 он видать там это перегрелся пока буксовал так ну что у нас сейчас я так понимаю сворачиваем на автодром получается так так включая повышенную здесь у нас ребят лайтовая грязь на автомате у нас переключается камаз на более пониженные скорости нету вес на самом деле у этих 6 очков очень такой так скажем большой реалистичный нет никакого ощущения как будто мы едем там и не знаю с пухом каким-то печеньками с печеньками да то есть это вот реальное ощущение того что мы везем бревна и достаточно большое количество бревен очень реалистично за это огромный респект лайк лайк психу 19 рус респект мне все по чесноку все поделены да 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 так но я думаю с полуприцепами как-то будет круто вот поэтому ты с роспуском поедешь а ну да он же не отцепится туда почему нет не нужно как-то да мы же не на полигоне дома нет полигоне у меня выбора сова нет так что ладно а я сделаю нашу опоры как здесь есть ведь да есть парковочные опоры и отвод заодно тоже проверю кстати тоже никогда особо не проверяют то как отцепляется а то зачастую отцепишься и обратно не прицепишься давай проверим но здесь опять же к мододелам мало притянули единственное что если кто-то делает с нуля в том плане что опоры могут сквозь землю проваляться от физ модели зависит а я скинул бру брусный стал блин у на самом деле офигеть как он сильно грузится вот я сейчас груз посадил и просто так хопа полуприцеп приземлился просто мне на пятую точку данная обалдеть так парковочные опоры и отцепить 30 ой не туда поехал ой 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 скорости перепутал так ну что у нас впереди проверка на работу способность подвески обзор у нас какой-то прям длиннющий получается тебе не кажется нет необычный необычно все необычно все необычно у нас по работоспособности подвески ребят я честно говоря нареканий никаких не вижу пытаюсь залезть но камера почему-то меня туда не пускает особо попробуй пройти до дальних до дальних они повыше маленечко может получится давай попробуем ну что оси входят в колеса это факт оси отдельно от колес не работают как тоже такое бывало не раз работоспособность рессор присутствует так что здесь еще можно выявить дофиг он знает но блин у ребят на самом деле мод изначально был сделан романенко это тоже большую роль играет на то то что мы сейчас с вами перед ну перед собой видим вот и тоже огромная заслуга и романенко тоже так ну а то далее у нас идут с вами ступеньки 5 не заехал я на ступеньки не получается у меня заехать на ступеньки так здесь по-моему есть более низкий склон да и так понимаю слева слева вот сколько вот у меня уже этот полигон я увесишь от из канальной не знаю есть здесь обалденные места и для таких модов как полярник это недавно тестировал можно было его загнать еще в одно место более сложное чем гора кто выше ну не хотим я но мне еще мешает защита была на бампере вот это не хочет заезжать ну ладно давай но тут опять же может сказывается мощность двигателя ну да да мощности не куда не хочет у тебя тоже да вот на больших колесах не заезжает не заезжает не хватает мудури полет над шишигами тогда пролетели нырок в нырок на повышенный кстати идеально прошел этот нырок в нырок помнится мне тут я на один урал обзор делал который тоже был заявлен как реалистичный но извините то было урал и он в этот нырок в нырок еле про и проехал вот здесь у нас ребят камаз который в принципе изначально по харизматичности несколько несколько ниже чем урал вот и ну из-за почему харизматичности даже не только харизматичности а даже опираясь нереализм вот урал он все-таки более прыг и в каких-то труднопроходимых местах у нас уже вторая ночь лишний раз полюбоваться светом да кстати не на свет сделан на самом деле очень красиво ой у меня параллельная парковка уже пройдена если что можешь за мной повторить если хочешь шучу шучу но у меня уже рука набита змейку мы прошли идеально параллельная парковка тоже все прекрасно замечательно принципе здесь еще ожидать габариты достаточно все такие стандартные вот проехать я думаю никого не возникло никаких трудностях то ли в том или ином месте на какой-то карте более того тот автодром собственно и делался исходя из размеров камаза поэтому да тем более наверное 43 10 до дефолтных а дефолтных так разворот в ограниченном пространстве только как я ударился замял небось автомобиль не кстати ударился вот этой защиты бамперы вообще пофигу вообще не надамажило ничего так но и горка заезжаем на горку ставлю ручник ручник держит отлично включая первую газку ручник снят но тяжко 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 прямо прямо вот еще немножко бы не заехал бы прям наверно так что так больше остановлюсь я до проверю полёсики заодно другие но чё хочу сказать первую ключи примерно так я направо издавал на камазе тяжко-тяжко в эту гору я ехал да уж тяжко но уверенно кстати так по мостику традиционно проезжают принципе здесь и так все понятно что по габаритам он везде пройдет вот но тем не менее ой кто-то здесь ой чуть я тебя в полуприцеп свой не а ну-ка жил в него насквозь проехал так ну что возвращаемся в гараж да я думаю на скорость если есть желание сделаешь отдельно не имеем да к сожалению мы состояние включить не можем поэтому тест на скорость я сделаю дополнительным видео то есть буквально врезку такую сделаю конце этого видео вот а может быть даже не в конце огней наверное в конце скорее всего вот так этому как-то далеко друг от друга стоим вначале будет так лихо как-то синхронно что не получилось да 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 он четко не лихо потом что-то как-то нелепо все получилось вот ну что ж принципе я считаю достойный обзор не грамма не пожалел о том то что мы сделали это обзор вдвоем потому что все таки вот и порой бывает у меня вот на ходу возникают какие-то вопросы к мододелам более того я это говорю на видео возможно вы даже слышали что я делаю какие-то обращения к авторам там будь то карт модов то есть вот хотелось бы порой честно говоря вот узнать непосредственно какие-то узнать решение каких-то вопросов непосредственно самого автора но к сожалению у меня нет такой возможности сегодня же у нас на обзоре появилась такая возможность все все что меня интересовало я узнал я считаю что данный обзор получился у нас достаточно информационный полнообъемный и я думаю лучшего и желать нельзя на самом деле потому что обычно я что-то додумываю что-то придумываю здесь же все что меня интересовало я узнал непосредственно тебя вот ну что ж теперь я думаю можно попрощаться смело вот всем надеюсь вам понравилось ребят всем большое спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал ставьте лайки не забывайте вступать в мою группу вконтакте и группу психо 19 рус ссылочки под видео скачать данный мод вы сможете увидев ссылку под видео на сайте ст эмоции моей группе также естественно группе психо 19 рус ну и само собой разумеется для обладателя лицензионной версии игры вы сможете увидеть данный мод в воркшопе всем большое спасибо и всем пока всем пока так ребят ну что же мною обещанный тест на скорость теперь я могу на полигоне включить состояние я нахожусь на полигоне вот и собственно говоря давайте стартанем и проверим данный камаз на скорость недавно в комментариях не писали но и уважаемый подписчик и давно уже который следит за мной за всеми моими обзорами вот почему я не тестирую моды на скорость когда есть так скажем списке колес именно шоссейные колеса не тестирую я по той простой причине что вот я считаю те колеса которые изначально стоят на автомобиле на этих колесах и нужно тестировать вот все остальное это уже дополнительно и при наличии гаража все устанавливается по вот а вот эти вот колеса они вот именно как раз таки и появились у нас благодаря банальному спавлу вот и на них поэтому я и тестирую полосу разгона так сейчас и мы достигли с вами уже 39 километров в час и три десятые я максимум что увидел это я считаю достаточно очень 39 и семь десятых 38 и семь десятых ну что ж очень даже неплохо я считаю для данного мода опять же все упирается в реализм реалистичность вот и по мне большего и не нужно вот ну что ж вот мы доехали с вами до завершения уже круг почета традиционный открываю все установленные здесь машины и на этом заканчиваю всем еще раз ребят спасибо большое за просмотр вы долго нас терпели обзор получился достаточно длинный и еще раз повторюсь познавательный вот всем большое спасибо и всем пока